Здравствуйте! И вновь на ваших экранах проект «Адреса памяти», в котором мы будем вспоминать о героях Великой Отечественной войны, а также посетим памятные места, связанные с тем страшным временем. Сегодня мы переместились из шумного центра в поселок Шлаковый, где сразу несколько улиц, названные в честь героев военного времени. Сегодня поселок Шлаковый местами больше напоминает небольшую деревеньку с сонными улочками, живущими вне бешеного ритма 21 века. Уютные частные домики, небольшие пятиэтажки, где все друг друга знают. Кажется, что мы перенеслись в прошлое, о прошлом напоминают и название улиц. Есть в поселке Шлаковый, пожалуй, самая короткая городская улица, названная в честь Леонида Рытикова, который во времена Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра Матросова. Вот и еще одно имя в списке уроженцев нашей земли, которые ценой собственной жизни прокладывали дорогу к победе. Леонид Рытиков родился в 1915 году в селе Хамбушево. После школы он избрал для себя профессию железнодорожника и окончил железнодорожное ремесленное училище в Рязани. А после учебы в 1934 году он был распределен в город Мичуринск, где его и застала война. Сержант Рытиков прошел практически через всю войну. Побывал на четырех фронтах – Ленинградском, Калининском, Первом и Четвертом – Украинских. Был трижды ранен. Его стрелковое отделение считалось лучшим в 1159-м стрелковом полку 351-й стрелковой дивизии. О Рытикове писали в армейских газетах и боевых листках. В 1945 году, когда до победы оставались считанные месяцы, во время боя за один из населенных пунктов в Польше, стрелковое отделение сержанта Рытикова осаждало опорный пункт фашистов. Но атаки мешал вражеский пулемет. Тогда Леонид Рытиков закрыл орудие своим телом. 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, Леонид Рытиков награжден орденом Ленина и медалью за отвагу. Наверное, Великая Отечественная война далеко не сразу стала осознаваться теми, кто столкнулся с ее ужасами, как веха истории. Тогда людям было просто не до этого. Нужно было восстанавливать страну. К увековечению памяти о войне общество, власть им подошли не сразу. Ну, например, День Победы, 9 мая, был обозначен как всенародный праздник, но как яркие такие даты, всенародные торжества, он впервые был отмечен в год 20-летия Победы, в 1965 году. И примерно на этот период, вот 20-летие со дня окончания войны, со дня Великой Победы, и развернулось в стране постепенно, это был такой всеобщий глубинный процесс, он касается всех наших регионов, крупных городов, когда началась кампания именно по увековечению памяти событий, конкретных лиц, героев войны. Первой улицей, названной в честь участников Великой Отечественной войны, стала на тот момент новая улица в поселке Шлаковый. Она получила свое наименование в 1956 году в честь Зои Космодемьянской, партизанки, которая была замучена фашистами в подмосковном селе Петрищево в самом начале войны. Зоя Космодемьянская – уроженка Тамбовской области, но не упомянуть о ней ему просто не могли. Она стала первой женщиной Советского Союза, которой было присвоено звание героя. И, наверное, проходя по этой улице, каждому из нас стоит вспомнить, что названа она в честь молодой девушки, которой пришлось пережить страшные пытки и умереть в ходе жестокой казни. Она стала символом героизма. Ее образ отражен в художественной литературе, публицистике, кинематографе, музыке. По России открыт не один музей, посвященный ее жизни и подвигу. Создано множество памятников. Ее именем названо огромное количество самых разнообразных объектов – улицы, библиотеки, школы и даже астероид. «Наши придут, победа будет за нами». Именно такие слова вырвались за несколько секунд до расстрела из уст 23-летней девушки, которая пожертвовала собой ради спасения отряда партизан. Именно в ее честь, в честь Лизы Чайкиной, и названа одна из улиц нашего города. Эта улица расположилась неподалеку от улицы Зои Космодемьянской. Символично, ведь судьбы девушек похожи. Лизу тоже пытали, и она так же, как и Зоя, не выдала врагу сведений. Девушку расстреляли в ноябре 41-го года. Ну а теперь вернемся к уроженцам нашего края и перенесемся на улицу Молодцова. Об этом человеке долгое время знали немногие, хотя у него была удивительная жизнь. Шахтер-30-тысячник, капитан госбезопасности, организатор разведывательно-диверсионного подполья в оккупированной Одессе. И все это наш с вами земляк, уроженец города Сасова Владимир Молодцов. Имя Владимира Молодцова стоит особняком среди героев войны. Он был кадровым чекистом, начавшим работу в органах государственной безопасности еще в 30-е годы. Вскоре он был переведен в структуру внешней разведки. И с началом войны ему предстояло возглавить разведывательно-диверсионную группу в Одессе, которая в итоге показала чудеса эффективности. Было устроено несколько результативных диверсий против командного состава видных чиновников оккупационной администрации. Группа ввела успешную разведку, осуществляла диверсии на коммуникациях. Но в начале 42-го года Молодцов, будучи руководителем этой группы, был арестован вражеской контрразведкой. А основные силы, которые оккупировали Одессу на тот момент, это были войска Королевской Румынии. Несмотря на все меры дознания, Молодцов и его товарищи никого не выдали. были осуждены на казнь. Но по законам Королевской Румынии Молодцов имел право просить упомилования. Вот его подвиг, вероятно, приходится не только на период его боевой работы, но и на тот момент, когда ему предстояло сделать выбор перед лицом врага. И он, и те, кто оказался с ним в лапах румынской разведки, отказались подать прошение о помиловании. Они имели такую возможность. Известны слова Молодцова, которые он сказал представителям оккупантов о том, что я нахожусь на своей земле и просить о милости не собираюсь. Именем еще одного героя названа улица в микрорайоне Конищево, улица Бирюзова. В начале Великой Отечественной войны генерал-майор Сергей Бирюзов командовал 132-й стрелковой дивизии. Сначала на Юго-Западном фронте, затем на Брянском. Под его руководством дивизия принимала участие в Смоленском сражении, трижды за 1941 год выходила из окружения, а также участвовала в Орловско-Брянской оборонительной операции. В одном из сражений командир дивизии был ранен, но, к счастью, не смертельно. Сергей Бирюзов показал себя и как талантливый полководец, и как штабной работник. Но, пожалуй, период его высших достижений приходится на заключительный этап войны, когда Бирюзов являлся начальником штаба 3-го Украинского фронта, которым командовал будущий маршал Федор Толбухин. Все современники, очевидцы, отмечали, что вот этот тандем, эта пара Толбухин и Бирюзов удивительно, удачно друг друга дополняли. Толбухин выглядел мягким и интеллигентным командиром. Бирюзов, планируя операции, склонен был проявлять волю и твердость. Третий Украинский фронт во второй половине 1944 года осуществил ряд блестящих операций на южном фланге Советско-германского фронта. В результате него Красная армия вступила на территорию стран Южной Европы, освободила Румынию, Болгарию, вступила на территорию Югославии. С осени 1944 года Бирюзов принял командование 37-й армии, которая освобождала Белград. И отчасти поэтому он был особенно принят и его югославский народ считал своим героем и своим освободителем. После Великой Отечественной войны Сергей Бирюзов продолжил службу в армии, а в 50-х годах, будучи маршалом Советского Союза, занимал высшие посты в военно-политическом руководстве страны. К несчастью, в 1964 году он погиб в авиакатастрофе под Белградом, куда направлялся во главе советской военной делегации на празднование 20-летия освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Посмертно ему было присвоено звание Народного Героя Югославии. Прах Сергея Бирюзова захоронен в Кремлевской стене за мавзолеем Ленина на Красной площади в Москве. Ну что ж, на сегодня наше путешествие по адресам памяти подходит к концу, но мы обязательно продолжим его в следующих выпусках. С вами была Ирина Ковалева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова